13 декабря в Твери прошел автопробег, посвященный 79-й годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Одними из участников автопробега стали юноармейцы юноармии. Организатором автопробега выступил Общероссийский народный фронт Тверской области при активной поддержке группы компаний Нортавто. Нужно сказать, что Нортавто всегда отзывается на инициативы принять участие в общественной жизни города и области, демонстрируя таким образом свою активную социальную позицию. Вообще такие дни хотелось бы, конечно, чтобы они отмечались намного шире, чтобы намного было больше участников и людей, которые понимают, какой это день для города, насколько он важен. И молодежь, которая задействована здесь, ее должно быть многократно больше. Та часть небольшая, что мы приняли участие, я считаю, это минимум, что должно быть. Надо стараться, чтобы в этот день как можно больше привлекать народу, привлекать молодежи, чтобы люди понимали, насколько важен этот день для города. Наша компания за любые движения, связанные с молодежью, с памятью, то, что творилось раньше и как мы спокойно сейчас живем. Мы должны много отдавать и часть себя отдавать для того, чтобы это все помнили и чтобы больше народу понимали, насколько цены были те дни, когда все это происходило. Участники автопробега разделились на две колонны. Одна отправилась в сторону Медного, а вторая выехала из дилерского центра Нортавто на московском шоссе 11 и отправилась в сторону Эмауса по пути следования, посетив воинские захоронения в поселке Элеватор, самом Эмаусе и у керамического завода. В каждой точке участники автопробега и юнормейцы возлагали цветы и чтили память воинов, погибших, защищая Калинин в далеком, но памятном 41-м. Колонны объединились у Смоленского захоронения, где также прошла церемония возложения цветов. Финальной точкой маршрута стал Обелиск Победы, знаковое место для жителей нашего города и области. Вот как это событие прокомментировал один из его организаторов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Тверской области Евгений Калекин. Я являюсь руководителем народного фронта, а также я являюсь начальником штаба юнормии. Ребята, которые сегодня были, это одни из лидеров, можно так сказать, нашего движения, которые постоянно участвуют во всех таких мероприятиях и никогда не отказываются. Но сейчас в условиях пандемии коронавируса, вы сами видите, что данная акция превратилась как-то в небольшой такой вот автопробег, который мы должны были сделать. Он должен быть в два раза, в три больше. Владимир Николаевич сказал по поводу того, что надо больше привлекать молодежи, чтобы они понимали, в какой великой стране они растут и живут. Автопробег стал своего рода прологом, предваряя основные мероприятия, которые пройдут в Твери 16 декабря. Организаторы автопробега обещают, что в следующем году, когда мы будем отмечать юбилейную уже 80-ю годовщину освобождения города Калинина, мероприятия будут еще более масштабными.